Виктор Васильевич, я уже слушаю ваши вебинары, уже пытаюсь работать над собой, но у меня еще как бы не прошло. У меня щитовидка, я очень много работаю с голосом, я и пою, и с детьми работаю. И иногда бывает ночью руки терпнут, когда я вверх поднимаю руки. Меня в большей степени интересует вот в данный момент, что вас беспокоит. Больше щитовидка, она бывает сжимает и правую часть прямо шеи. Хорошо, я понял. Хорошо, понял. Так, ну теперь давайте будем работать с чем? Будем работать мы со Светланой, потому что у нее в районе горла там накручена куча. А это ее профессиональное место, что называется, которым она работает. Сцена. Сцена, да, вот сцена. Так, ну чакра закрыта у нас. Вишутка – это центр общения и творчества. Каждый день общения и творчества. Каждый день общения и творчества. Каждый день. Но вопрос в том, с каким вы чувством этим делом занимаетесь. С любовью. Так, весь вопрос в том, что вы неправильно работаете с информацией. Вы слишком много при этом общения и обращаете внимание не на то, что вам сказали, а каким тоном. Есть такое дело? Иногда. Больше суть информации. Значит, давайте мы с вами вот чем займемся. Поскольку у вас ядром отличника, вы все время будете слушать меня и искать малейшие неточности в том, что я говорю. А я вам предлагаю не этим заняться, а постараться найти со мной общий язык. Хорошо. Понимаете, это будет вам на пользу. Это будет больше пользы для вас, а не для меня. Есть три постулата, которые есть. Да, таким образом вы делите информацию на хорошую и плохую. Я же не говорю о том, как часто это у вас происходит. Но у вас такая программа сидит, и вы делите информацию на хорошую и плохую. А если информация плохая, вы ее воспринимаете с позиции жертвы. А за что мне это? Ну, мог он то же самое сказать другим тоном, правильно? Да. Вот эта позиция сознания приводит к блокированию этой чакры. Вот как от этого избавиться? Есть три постулата. Первый постулат гласит. Любая информация по своей природе что? Нейтральна. Нейтральна. Вот видите, вы на уровне ума все понимаете. Любая информация, второй постулат, полезна, да? Да. Полезна. Ну, при условии, что вы к ней относитесь к позиции партнерства. А для чего мне это надо, и что полезного я могу извлечь из этой информации? Ну, пришел нагрубил, не тем тоном сказал, что значит. Не на эту ногу встал, да? Правильно? Уже информация, правда? И он вообще сегодня с бадуна, понимаете? Или у него там какая-то другая проблема, поэтому он в таком состоянии. Это дает вам возможность читать информацию настоящую, правда? И если на вашем пути встречается некорректный носитель информации, а это третий постулат, что нужно делать? Нужно информацию отделять от этого человека, а его некорректное поведение превращать в информацию об этом человеке. И он такой, да? Ну, я вижу, этот умный, да? Этот что? Этот веселый, да? А этот вообще грубиян. Я теперь знаю, как себя с кем вести, правильно? И по какому вопросу, к кому можно с чем обратиться, правильно? Так, вы с этими тремя постулатами согласны? Согласна. Ну, посмотрим. На сто процентов. На сто процентов. Вот. Вот ваша чакра горловая и открылась. Видите, как маятник закрутился. Ну, что вы сейчас чувствуете вот в этой зоне? Слева тоже чувствую легкость, но справа еще комок. Так, вот смотрите, я вам, как человеку с седромом отлистника, что предлагаю? Это вам пригодится не только вот в нашей с вами работе, а вообще по жизни. Вначале постарайтесь отметить позитивные моменты. А потом уже сказать, вот, в горле стало что? Теплее, стало как-то лучше. А следующий вопрос я вам сам задам. А что мешает? А что-то еще мешает? Ну, я же вам сказал, что у вас там еще две локальные впадины сидят на вашей, этой самом месте. А мы с ними еще не работали, правильно? Но уже есть определенное улучшение? Да. Есть. А теперь давайте будем работать с этими локальными впадинами. Что мы обнаружили? Она у вас находится, кстати, у Ании тоже она здесь есть. Слева, спереди, на уровне вишутки. Так, да? Урина вернее. Нет, у меня вишутка вообще хорошо спереди и сзади. Не надо. У вас локальная впадина, я помню, на уровне, я еще раз проверил, у вас локальная впадина слева, на уровне вишутки. Да, да, да. Вот. Вам тоже может быть затрудненное глотание, понимаете? Было, было. Вот. Ну, но у вас там обостряется, сейчас у вас может быть не такая стадия острая. Но у вас есть эта проблема. Эта проблема, она бьет по щитовидной железе. Это второй удар. Вот у вас это первый удар по щитовидной железе. А у Светланы это уже второй удар. Первый мы уже убрали, а этот остался. Давайте расшифруем, о чем говорит локальная впадина на уровне вишутки спереди и слева. Значит, задет аспект на уровне творчества, да, и общения. Далее, это в настоящем, потому что впереди, да, и слева, потому что у вас сожаление. Вот у вас есть сожаление о том, что вы с кем-то не можете найти общий язык. Есть такое дело? Есть. Кто-то вас не понимает. Есть такое. Светлана, есть такое? Да. Есть. Вот. А теперь скажите мне, пожалуйста, с какого перебога вы решили, что вас должны все понимать и полностью разделять ваши, так сказать, творческие и, так сказать, информационные и другие восприятия? Вы же понимаете, что есть мужской взгляд на вещи, есть женский взгляд на вещи. Как я говорю один, вот вы, например, садисты, понимаете? Что такое садисты? Это садоводы-любители, да? Садоводы-огородники. Вот. А тот человек, он рыбак-охотник. Ну, ему интересно слушать про ваших там садоводных и садовых вредителей, и про вашу рассаду, и про прочие там методы прививки. Нет, конечно. Нет, конечно, у него свои интересы, да. А вам интересно про его это... Самоподсекатели слушать, про этих наживки и прочее, так сказать? Аналогично. Аналогично. Вот вы видите, что с человеком нет общего языка. Ну, постарайтесь, если хотите с ним общаться, ну, найдите общую тему. Либо как-то, как это Корнеги говорит, ну, изучи, что человека привлекает, чем он занимается, какое у него хобби. И попробуй с ним поговорить вот про его хобби. И тогда вы получите полное удовлетворение от общения с человеком. Правильно? Правильно. Так. Ну, это стоит того или не стоит, вот, чтобы иметь проблему с горлом? Конечно. Ну, конечно, не стоит. Хорошо. Давайте посмотрим. Так, Ирина у меня слева. Ирина, проверяю. О, нет у нее локальной впадины. А вот и сейчас, хоть вы не жаловались на свое горло, а что вы сейчас, тем не менее, ощущаете? Все равно как-то свободнее стало. Комфортнее стало. О, вы просто привыкли к этой проблеме и считаете, что так и надо. Оказывается, лучше бывает. Так. Светлана, а у вас как? Все хорошо. Легкость. Легкость появилась. Так. Ну, что мы там у Светланы еще там нашли на уровне этой самой чакры? Мы у нее нашли, что у нее справа локальная впадь. Ну, это опять задет аспект на уровне общения и творчества. Но это сбоку, поэтому это хроническое течение этой проблемы. А если она справа, то вы к этому относитесь с обидой, с гневом. Но есть у вас такой постоянный раздражитель, который вас не понимает, не принимает и, так сказать, конца края не видно, вот налаживание этих самых отношений. Есть такое? Есть такое? Если есть проблема, то есть. Если есть, то есть. Ну, проблемы бывают разные. Бывает, она сегодня возникла. Бывает, что она возникла давным-давно, да? А вот конца края не видать. Это у вас как раз вот эта ситуация. Да? Да, да, да. Ну, схема та же. Надо отношение к этому. И оно стоит того, чтобы из-за этого вы не могли, ну, заниматься своей работой с удовольствием и без вреда для здоровья. Не стоит. Не стоит. Молодец. Так, смотрим. Так, смотрим, смотрим, смотрим. О, исчезла локальная впадина у Светланы. Ну, а теперь так шею вашей подвигайте. Что можете сказать? Сразу почувствовала, как раз и расслабилась все. Раз и расслабилась, да. Потому что сейчас раз, и тонус мышц выровнялся, и позвонки на место стали, и даже перед глазами прояснилось. Правда? Угу. Хорошо. Я особенно вам, Светлана, рекомендую прочесть в моей книге то место, когда я рассказываю, как я работал с одной актрисой там Московского театра. Угу. Как она наступила на горло своей песни, да? Какой интересный очень эпизод был. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok